Рыбий жир Но не может он обойтись, начиная еще до зачатия. Вот с этого момента взрослый человек не может обойтись без замены этой жирной кислоты. Точно так же, как без йода. Йод долгое время предлагался так. Ребенок родился, он должен получать йод. Нет. Ребенок должен получать йод, когда он только зачат. Потому что до девятой недели беременности идет формирование внутренних органов, и особенно, что важно, нервной системы и мозга. Значит, ребенок не получает йод, а теперь мы добавляем и селен, который контролирует эти процессы. Ребенок не получает омега-3 жирные кислоты, потому что мама не получает. Значит, такой ребенок, когда родится, будет дефицит. И доказано, что если ребенок получает йод, после рождения, даже с первого дня после рождения, он уже 25% интеллекта потерял. Причем это истина. Стара как мир. Еще древние китайцы это знают. Еще 3000 лет тому назад, когда девушки там выходили замуж, они должны были за месяц до брака обязательно принимать йодированное растительное масло. Обязательно. У нас же все это, видите, было порушено. Так вот, вот эти компоненты дополнительные растительные, они задержаны другие вещества, не только витамины и минералы. И эти другие вещества являются такими же незаменимыми в питании, как и витамины и минералы. Тогда мы пытаемся объяснить врачам. Ну, уже, блин, да, витамины нужны, слава Богу, согласились. Да, ну, слава Богу, минералы нужны. Причем не отдельные, а целые комплексы. И все. А оказывается, что в пище, в пищевых продуктах, естественно, содержится кроме витаминов, которых мы насчитываем полтора десятка сейчас. Кроме минералов, которых мы насчитываем сейчас два с половиной десятка на сегодняшний день. Пока два с половиной десятка открываются врачам оси других, я потом назову каких. Еще 22 класса веществ нужно в питании. Для нормального, да, 22 класса веществ. Я вам приведу эти примеры. Это прежде всего флованоиды. Уже это слово расхожее стало, уже со всех репродукторов звенит это слово. Правда, в измененном виде биохлованоиды. Ну, пусть будут биохлованоиды. А беременным женщинам можно биохлованоиды? Не можно, а нужно. Наши врачи, конечно, страшно боятся всего. Хороший вопрос. Когда моя дочка была беременна, я ей привез из Америки все, что нашел, самое лучшее. Она, правда, не в Петербурге жила. И думать, она пила это. Когда это у меня в трепем, нет. Почему? А врач сказала, нельзя этого пить. А что пить? А вот она мне сказала купить вот это в аптеке. Ну, что вы сделаете? Организм во время беременности особенно нуждается в витаминах, минералах. Ведь это два организма. Причем один из них такой быстрый, который у мамы заберет все. И организм женщин так устроен, что она сама лишится всего, а плод получит. Отчего же, получается, проблемы? Зубы выпадают и так далее. Все ребенку, все ребенку так природу устроило. А если маме не хватает? Тогда и мама начинает болеть. И дитя получается хилое. Вот отчего это, конечно, можно. Не можно, а нужно. И вот, если... Просто, я уточню, мы очень часто такие вопросы люди задают, потому что у нас очень внимательно читают то, что написано на флаконах. И видите, там написано, там, можно с такого-то возраста, либо такие-то ограничения, либо индивидуальная непереносимость, либо проконсультируйтесь с лечащим врачом. На каждом флаконе есть такие надписи. И поэтому люди читающие, как хорошо уметь читать, да, они такие вопросы задают, и они боятся. Если еще где-то детский продукт, к которому привыкли, к лайфхаку юниор, он традиционный, да, он существует давно, и гощи беременной женщины начинают употреблять, то, допустим, к содержанию омега-3, более насыщенных жирных кислот, они относятся с осторожностью. Хотя еще в свое время покойный профессор Воронцов, да, ныне покойный, главный педиатр, вот он говорил о том, что у нас именно в связи с дефицитом, да, вот омега-3 развивается тоже, вот, и там, и сирена, и цинка, и так далее, вот патологии, да, и виноваты, патологии. Сейчас по-другому. Но это как бы до первого такой фундаментальный вопрос, да. Это вопрос фундаментальный на всех добавках. На всех абсолютно, по принципу, как бы чего ни вышло. Понимаете, вот и все. Вот почему шести лет только можно витамины давать, а до шести нельзя давать, да. А откуда ребенок будет получать это все? Откуда? Плеща нет. Плеща нет. Беременны нельзя давать. Как это нельзя давать? Им не так, в высшей степени необходимо. И все эти ограничения, по-моему, беременным, это на всякий случай, для того, чтобы не было жалоб, потому что нарушение, допустим, беременности, может по любой причине быть. По любой причине. А скажут, что это из-за ваших добавок. Понимаете? Вот почему вот это вот все написано. Но мы это с вами понимаем прекрасно. И все это, поэтому говорим. И беременные женщины, и беременные, и кормящие мамы, и ребенок, умеющий уже жевать что-то, он должен это все получить. Не так, как же я говорю, что йод и селен женщина должна получать еще не стать беременной. До беременности, чтобы когда начнет развиваться плод, он уже имел все необходимое. Это же относится к мини-трижерным кислотам, о которых мы сейчас с вами будем говорить, ну, если хотите, после перерыва. Здесь тоже написано старший шестидевит, потому что шести лет ребенок не растет, и для его косы ткани ничего не нужно. Но просто имейте в виду, что это требование закона рекламы. Есть такой дурацкий совершенно закон рекламы, который нельзя ни в коем случае на этикетках писать, допустим, предназначенный для, допустим, там, ну, улучшения работы сердца. Ни в коем случае. Там на дурном написано, являются источником там витаминов, минералов, еще чего-то. Если кто-то вдруг напишет, вот там, для работы печени, то этот продукт ни за что не пройдет с их инвекцией. Понимаете, вот такой закон о рекламе придумали, совершенно идиотский. Вот, ну, какой есть, и ничего здесь не есть. Поэтому, вот к этим вопросам, которые вы мне вот ставили, отнеситесь к пониманию. Написано до жизни, с шести лет. Это ответ на закон рекламы. Понятное дело, что витамины, минералы, это все должен ребенок получать. Так, честно говоря, еще не тогда, когда он стал ребенком. До зачатия. Так. Поэтому мама должна получать. Затем беременным. Беременным и противопоказанным. Посоветуйте с врачом. Вот самое главное, найти такого врача. Который вам посоветует что-то. Понимаете? Врач, обычный врач, скажет то, что он моей дочери сказал. Не в коем случае. Ему так спокойнее. Он себя защитил от всяких неприятностей. А о том, что женщина будет с проблемами, и с дядой с проблемами никому не касается. Единственное, вот при применении этих продуктов, нужно помнить, что аллергия может быть на любой продукт. Самые естественные. Ну, вы же знаете, что ребенок там, где некоторые дети не переносят цитрусовые, не переносят земли, не клубник. Ну, это уже чисто индивидуально. Здесь же он никто ничего не может сказать. Мы должны просто это все проэкспериментировать. Он пробует о своем ребенке. Вот. Идет ему или не идет. Здесь уже ничего не сделаешь. Вот здесь нужно проявлять большое осторожность. Начинать с очень маленьких доз. Посмотреть, как я реагирую. Вот. Это вот этот момент. Поэтому везде там и написано. Вот эти вот все предосторожности и так далее. Но к ним нужно относиться вот таким вот образом. Продолжение следует... Очень.